МОЛДОВЫ Специальная невоенная операция против Молдовы. Развязанная Кремлем специальная невоенная операция, главной целью которой является провал референдума по евроинтеграции, развивается все нарастающими темпами. Российские технологи, видимо, вовсю вдохновляются книгами Ильфа и Петрова. Если по части несбыточных обещаний построить аэропорт, превратить Молдову в страну круче Швейцарии, Шор давно уже переплюнул Остапа Ибрагимовича, то сейчас мы наблюдаем усиление огня из всех видов пропагандистских и технологических вооружений по всем возможным направлениям. Причем темпы и интенсивность обстрелов все нарастают. Опять же, в соответствии с цитатой из классиков. Как рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано играть быстро, на второй очень быстро, на третий гораздо быстрей, на четвертой быстро, как только возможно, и все-таки на пятой еще быстрее. Не проходит и дня, чтобы Манька, облигация, она же Захарова, не угрожала чем-то Молдове. После чего кремлевские нарративы раскудахтываются местными так называемыми политиками и кандидатами и кандидатками в президенты. Все они выступают за нейтралитет, за абстрактный мир, без указания, кто именно разрушает и угрожает этому самому миру. И, конечно же, все они запретят ЛГБТ и нападки на веру. При этом стоящие в церквах со свечкой исключительно на телекамеру забывают сказать, кто именно подрывает эту самую веру. Не попыли, совершающие паломничество в столицу террористического государства, получающие указания от ФСБшных кураторов и карточки «Мир» за труды свои праведные. Вот и комиссар Маркел, переходящий, как боевое красное знамя, от коммунистов к социалистам, а сейчас к Шору, призвал собравшихся на собор попов поддержать бывшую прокуроршу. Митрополит Владимир также совершил паломничество в Москву, где помолился и посетовал. К сожалению, сейчас настали другие времена, когда мы не имеем возможности братского общения, будем молиться, будем трудиться, чтобы вновь настал Божий мир в нашей родной и любимой Молдове. Может, все-таки надо молиться, чтобы Божий мир настал в России? Видимо, созданная КГБ еще в 1944 году, Русская Православная Церковь, до сих пор находится под высоким патронажем. Так что в предвыборную включатся не только отряды бабушек Шора, но и отряды комиссарах в Сутанах. Любопытная деталь. В прошлом году, в это же время, Митрополия призывала верующих совершить паломничество в Израиль, сейчас уже в Москву. Видимо, святые места перемещаются для наших попов вслед за Шором. Печальный факт. И к вере это никакого отношения не имеет. Еще одно технологическое изобретение. Шор объявил о запуске телеграм-бота для поиска волонтеров, которые за деньги будут агитировать против евроинтеграции. Такие боты команда Шора уже несколько месяцев использует для вербовки активистов в регионах Молдовы. Еще одна диверсия, на сей раз против диаспоры, о которой сообщил премьер. Цитирую. В связи с недавними сообщениями, полученными гражданами как в стране, так и за рубежом, якобы от Национальной компании медицинского страхования, предупреждаю вас, что эти сообщения являются ложными. Мы призываем вас не переходить по ссылкам и не совершать никаких платежей в ответ на эти уведомления. В данный момент мы рассматриваем возможность диверсии и начали внутреннее расследование для прояснения ситуации, заявил Дарин Ричан. Вы думаете, это все? Боевики, которых готовили в России для действий по дестабилизации, только разминались, обливая краской здания госучреждений. Настоящие действия еще впереди. Кремль уже вложил десятки миллионов долларов в специальную невоенную операцию для провала референдума. И в случае успеха попробует развернуть Молдову на парламентских выборах в следующем году. Власть должна гораздо жестче противостоять кремлевской специальной невоенной операции, полностью исключив из избирательного процесса всю эту шоровскую сетку. То, чем они занимаются, это не политика, а коррупция чистой воды, разрушающую политику. На кону судьба страны.